итак когда мы говорим об истории знаете всегда я вспоминаю школу вот физика химия история даты какие-то непонятные какие-то непонятные дяди и тети и вот только концу года ты сидишь и думаешь ну когда же эта история закончится о литература будет ура 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 литература не будет истории но вы знаете мы не глубоко ошибаемся потому что все что окружает нас мы вообще живем в истории подумайте что каждое мгновение каждое мгновение вперед становится от будущее через мгновение становится прошлым мы живем настоящим в этом знаете есть только миг между прошлым и будущим только он называется жизнь. Мы живем именно в этом времени. Итак, история всегда была значительной частью еврейского настоящего. Еврейский народ под руководством Святого Бога построил свою культуру, основанную на воспоминаниях. Давайте мы посмотрим Песох, события на Синяе, то, что было потом, Холокост. Израиль очень уникален в том, что евреи рассматривают настоящее в свете прошлого. Чтобы потом войти в будущее. Я попробую объяснить эту мысль. Одной из главных причин, которые часто давались для еврейского выживания против, казалось бы, непределимые разногласия, была сверхъестественная способность еврейского народа помнить свое прошлое. Жизненно важная часть еврейской жизни — уважать прошлое, перерассказывать прошлое и, изучая уроки истории, быть решительнее в отношении будущего. То есть вы понимаете, да? Мы смотрим назад не для того, чтобы просто вот как было хорошо или как было плохо, но мы смотрим назад, чтобы взять оттуда урок, важный урок, чтобы в будущем не совершить ту же ошибку или наоборот взять то прекрасное, чтобы было тогда в прошлом, чтобы сегодня это воплотить в жизнь. Знаете, всякая история имеет свое начало. Давайте посмотрим, как это происходит в Писании. Книга Борис Шейс «Бытие». Помните, «И вначале Бог сотворил небо и землю». Что происходит дальше? Посмотрим Евангелие от Иоанна, да? Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог, и без него ничего не стало быть, что стало быть. То есть у каждой истории существует свое начало. Моя история началась в покаянии. То есть вначале я покаялся. Самое интересное, что у меня как бы покаяние привязано к исторической дате. Я покаялся на 50-летие Израиля. То есть мне не надо вспоминать, когда же это было. То есть 50-летие Израиля я покаялся. И знаете, тогда же, ну когда вот это все новое, ты начинаешь читать новые книги, тебе начинают интересовать новые какие-то кассеты, я помню фильмы, все. И мне попалась такая брошюрка, тоненькая, называлась она «Христос и евреи». Ее написал Владимир Марцинковский. Это известный христианский деятель, очень известный писатель, богослов, проповедник. И вот я читал эту книгу, и там он описывает о том, почему евреи верят в Господа, почему это происходит, библейские обоснования. И там была такая небольшая историческая вставочка. Я зачитаю, я буду часто вам зачитывать, потому что цитаты, они очень важны. Итак, ну знаете, вот есть такое выражение «зацепить». Вот этот момент меня просто зацепил. Он меня просто зацепил. Итак, мои путешествия по Европе дали мне возможность видеть евреев, горячих последователей Христа, в Чехословакии, Германии, Польше, Румынии. Я нашел их также в Палестине. То есть вы должны понять, что в то время Израиль назывался Палестина. То есть это не та палестинская автономия, которая есть сейчас. Это земля Израиля, Иудея, Самария, вот эта вся земля, даже Иордания, это называлось Палестина. И я знаю несколько еврейских христианских общин в России, Одесса, Екатерина Слав, это Днепропетровск, Киев и другое. Следует упомянуть также еще не вполне определившиеся в уважении среди евреев в Венгрии, Подкарпатской Руси, Литвы. Его представители веруют в Иисуса Христа, не выходя в то же время из синагоги. Итак, и вот это слово «идр» меня зацепило. Я подумал, что же может быть за этим «идрр». То есть Одесса, Екатерина Саа, в Киев были община. «Идрр», значит было что-то еще. Что-то было интересное, сокрытое, мне захотелось понять, что же там было интересного. Знаете, я очень хочу, чтобы вы поняли, что история для меня, для вас, то, что я хочу вам дать, есть принципы, есть цели, задачи. Для меня задача не просто сказать вам, вот была община там, была община там, этого взвали так, он делал так в таком-то году, вот это все происходило. Я хочу, чтобы вы влюбились в это. Вы студенты еврейского библейского мессианского института. И вы призваны сюда, вы пришли сюда научиться служить еврейскому народу. И как служителя вы должны просто, знаете, любить этот народ, вы должны знать его историю. Когда образовалось государство Израиль, когда была шестидневная война. Расскажите, многие из вас, может, даже и не знают, но это важно. Потому что для еврея это важно. История своей страны, история своей жизни. Итак, и вот уже прошло сколько, 19 лет, и я вот с тех пор пытаюсь как-то вот так по мере сил изучать вот этот момент. И, знаете, очень много интересного для себя открыл. Итак, говоря об церкви, мы вот на прошлой неделе выучили церковную историю, да, историю церкви. Мы просто говорим об Августине, да, читаем его «Град Божий». Мы говорим о Франциске Осийском. И говорим, какой бы хороший парень вывел монахов из монастырей, чтобы они шли к народу, шли к больным. Какой бы хороший огненный мужчина, как он молился. Поговорим о Хацанне Тейлоре и Чарльзе Корее, которые основали вот эти миссии в Индии и в Китае. То есть они не пожалели свою жизнь, они просто являются для нас примером. Мы говорим о Свете Виглсварте, говорим, вау, он такой сильный молитвенник, он такой сильный деятель. Мы говорим о Мартине Лютере, вот эта реформация, когда он прибил вот эти тезисы. Ну, он отец реформации, но я не согласен с этим, это мое право. И мы говорим об этих людях, как они повлияли на будущее церкви, как они повлияли на будущее христианского движения. Но, знаете, к сожалению, многие миссианские общины и церкви в своем большинстве не имеют знаний о наследии прошлого. Вот этих христиан, евреев, кто знает о Йосифе Рабиновиче, кто знает о Ицхахе Линхенштейне, Леоне Розенберге, Довиде Бароне, Ицхахе Фонштейне. Даже о Рихарде Вумбленде, я вот разговариваю с людьми, вроде бы человек, который основал миссию «Голос мучеников», который очень много послужил, когда был железный занавес, они приправляли в Советский Союз Библии. Но, к сожалению, и о нем мало кто знает. И, знаете, вообще, и тогда мы подходим к вопросу истории, и вообще, зачем нужно изучать ее? Давайте мы посмотрим первое послание Коринфянам, 10 глава, 11 стих. «Все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигших последних веков». То есть мы помним евреям 11 главу, послание веры, так называемое. И мы вспоминаем, они перечисляют, а был Моисей, помните, Авраам, Моисей, но это история. Это люди, которые прошли свой жизненный путь, и глядя на их жизненный путь, мы чему-то учимся. Итак, давайте определение. История — это наука, изучающая всевозможные источники о прошлом для того, чтобы установить последовательность событий, объективность описанных фактов и сделать выводы о причинах событий. Если вы записываете, я еще раз повторю. История — это наука, изучающая всевозможные источники о прошлом для того, чтобы установить последовательность событий, объективность описанных фактов и сделать выводы о причинах событий. То есть предметом истории как науки является необходимость познания исторической действительности. История — это не просто с бухты-барахты, а давайте мы придумаем. Мы думаем историю. Существуют определенные источники, существуют летописи, о которых мы говорим. Существуют определенные какие-то сказания, существует устная традиция. И когда мы берем какое-то событие, мы можем рассматривать вот эти всякие материалы, сделать какие-то выводы. Понимаете, да? Для чего? Необходимость познания прошлого с целью неповторения ошибок прошлого. То есть мы познаем прошлое для того, чтобы чему-то научиться. История для этого и существует. Иногда вот эти даты, иногда вот эти все события очень важны для того, чтобы, например, увидеть себя со стороны, увидеть себя другими глазами. Мир поменялся, декорации поменялись, люди остались те же. Люди не изменились. Мы остались те же самые. Между нами происходят те же самые события. И когда мы изучаем историю, мы можем увидеть закономерности. Мы увидим, помните, когда Израиль отходил от Господа, да? Начинались проблемы. А когда Израиль возвращался к Господу, проблемы прекращались. Вот вам пример исторического анализа. Итак, историю можно определить. Давайте запишем первый книг. Историю можно определить как память человечества. Память — это способность сохранять и воспроизводить в сознании прежние впечатления, опыт, а также самый запас хранящихся сознания впечатлений. То есть, вы понимаете, еще раз, это способность сохранять и воспроизводить в сознании прежние впечатления. Это опыт, то есть, то, что с нами происходило, а также сам запас, вот это хранилище в сознании наших впечатлений. То есть, в начале эти термины, они будут вам потом просто полезны на будущее. И существует два вида памяти. Личностная и коллективная. Давайте посмотрим. Человек, который потерял память, который, ну, знаете, говорят, сошел с ума, безумный. То есть, человек без памяти, он безумный, он ничего не помнит. Он не знает, кто он, он не знает, откуда он, куда он идет, что он делает. Понимаете, да? Память личностная. И коллективная. Или по-другому еще ее называют, ну, можно народная память, знаете. Итак, человек без памяти, он безумен. Вы заметили, что в Писании Бог очень часто говорит. Помни, передай своим детям, научи, чтобы помнили. Неужели Бог, ну, сотворил нас, ну, непомнящими? Ну, просто дело в том, что мы забываем. И каждый раз, когда мы празднуем шаббат, мы празднуем не просто субботный день. Мы празднуем что? Есть два аспекта шаббата. Помни день субботный. Первое, мы помним о сотворении мира. О творении мира, что Господь что делал? Почил в день, отдыхал. А второй день, это выход из Египта. То есть, мы каждую субботу вспоминаем о том, что Бог сотворил этот мир, что мы принадлежим Господу, что Он наш владыка. И второй момент, что мы выходим из Египта, чтобы мы не забывали. И поэтому вот эти все знаки, знаете, вот, которые есть в еврейском народе, например, цицит, есть такой цицит, это кисти на краях одежды, да. Есть, например, мизуза, которая прибита к дверям. Зачем? Он говорит, на входе и на выходе вспоминай. То есть, мы должны всегда помнить, мы должны не забывать. И главное, мы должны научить наших детей. Мы должны научить наших детей тому, чему мы научены. То есть, это путь ученичества. И это очень важно, потому что народ, забывающий о своем прошлом, он просто априори, он может постоянно повторять одни и те же ошибки. Он постоянно наступает на те же грабли. Понимаете, да? Итак, ну, еще самый важный, явный такой пример, это Песох, да. Вы помните, рабами мы были в доме фараона. Ишоа подходит к этим, к нему подходят фарисеи, да, про Шеми, говорят ему, что ты такое говоришь? Мы никогда никому не были рабами. И Ишоа мог сказать, ребята, вы ошибаетесь. Каждый Песох, все мы говорим, рабами мы были в доме фараона. Но Господь вывел нас рукою крепкой. Почему? Чтобы мы не возгордились. Чтобы мы не забыли, кто наш Господин. И поэтому память, память, да, вот как личностная, мы должны помнить, опять же, вот покаяние. Кем мы были до покаяния? Мне говорят, не надо жить прошлым, не надо жить прошлым. Живем ты будущим, настоящим. Послушай, если ты не будешь помнить, кем ты был, и кем был для тебя Господь, ты не будешь ценить то, что Бог уже приготовил. Знаете, память, давайте в следующий пункт. Память рождает опыт. Мы будем учить немножко не только историю мессианского движения, но и историю Израиля, и заодно еще иврит. Поэтому на иврите опытный человек, человек, имеющий опыт, называет, он звучит как Буквально испытанный. То есть человек испытанный. Нес — это на иврите испытание. И теперь я скажу банальную фразу. Вся жизнь верующего человека состоит из испытаний. Кто со мной согласен? А кто со мной не согласен? А кто воздержался? О, даже есть такие. Отлично. Итак, в испытаниях Бог проверяет нашу веру. 1 Петра, 1 глава, 3 стих. Давайте откроем с 3 стиха. Благословен Бог и Отец, Господа нашего Ишуа Мессии, по великой своей милости, возродивший нас воскресением, Ишуа Мессии, из мертвых купованию живому, к наследию нетленному, чистому, неувидаемому, хранящимся на небесах для вас, силу Божию через веру соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время. «Осем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений». Мы знаем, что слово «искушение» на греческом языке могут переводиться еще и как «испытание». 1 Петра, 1 глава, 3 стих. Итак, «Осем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных испытаний, искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценней гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, похвале и чести и славе в явлении Ишуа Мессии, которого не видев, любите, и которого доселе не видя, но веруя в него, радуйтесь радостью неизреченную и преславную, достигая, наконец, верою вашею спасение душ». Очень хорошее местописание, но я хочу обратить внимание на испытание. Испытание — это то, что опыт. То есть, проходя через какие-то испытания, мы учимся чему-то. И в следующей, знаете, мне очень нравится такая молитва, даже, может, и не молитва, но она звучит так, что «человек, Боже, спасибо тебе за то, что там, где вчера я терпел поражение, сегодня я буду победителем, потому что я знаю, почему я был поражаем». Это очень интересная молитва, это очень интересное место, потому что каждый из нас проходит через какие-то испытания, получая опыт. И уже от нас зависит, как мы будем использовать этот опыт. Итак, Адам и Ева не выдержали испытания? Нет. И результат мы видим. Мы видим результат, который сейчас идет. Иов, да? Он был испытан Богом. Он прошел эти испытания. И он стал примером для многих из нас. Испытанием подвергаются мужи веры. Ну, даже муж Сары, Авраам. И веры, и Сары, и воры. И матери Саввилов. Представляете? То есть, Евреям 11 глава, это просто очень, это большое гладись. Это такая сокровищница для нас. Ну, именно сокровищница, в которой мы можем черпать вот этот опыт. Это реальный пример для нашей жизни. И знаете, я могу сказать, ну, не могу сказать, так заявить конкретно, но я могу сказать, что Писание говорит, что в вечности с Богом будут только испытанные люди. Потому что Якова, 1 глава 12 стих говорит, «Блажен человек, который переносит искушение, потому что был испытан, он получит виниц жизни, который обещал Господь любящим его». Да, это Якова, 1 глава, 12 стих. Итак, давайте мы посмотрим еще раз. Давайте мы еще раз посмотрим. Историю, да, можно определить как память человечества. Да, это было первое. То есть, история – это память человечества. Это то, что происходило с нами. Это то, что было. Это то, что мы храним для того, чтобы сегодня, взяв оттуда вот этот уникальный опыт, то, что память рождает опыт, получить вот это, вот именно то, что нам необходимо на данный момент. Следующее, третье, «В». Опыт, основанный на памяти, позволяет нам и целым народам не повторять ошибок. Еще раз повторю. Опыт, основанный на памяти, позволяет нам и целым народам не повторять ошибок. И, знаете, самый важный такой яркий пример для меня – это франкистская Испания. Вы знаете, да, историю Испании, что во время, в 1936 году, там началась гражданская война. С одной стороны, были коммунистические силы, поддерживаемые Советским Союзом, а с другой стороны, были франкисты, или, как их называли, фалангисты, которых поддерживала нацистская Германия и фашистская Италия. То есть, происходила война, и в конечном итоге победил франкисты, фалангисты, которых потом возглавлял генерал Франко. И поэтому он пришел к власти, и Гитлер, знаете, что потребовал от него? Он говорит, уничтожь своих евреев. Послушай, уничтожь своих евреев. Мы своих уничтожаем. В Италии их тоже уничтожают, и ты тоже уничтожь. На что Франко ответил. Хватит, с нас хватит инквизиции. С нас уже хватит, мы уже в своем прошлом наделали делов. Поэтому мы не будем этого делать. И действительно, когда евреи бежали, вот из нацистской Германии, из вишистской Франции, если они пересекали вот эту границу с Испанией, они были спасены. То есть, их не могли убить просто. И были спасены таким образом многие тысячи евреев. Франко, Франко его звали. Ну, не Франко, который на Украине не писал стихи. Франко. Ну, не знаю, говорят, что это фамилия его, Франко его фамилия. Но сама идея, что, видите, человек, который помнил прошлое, отказался совершать в будущем то же самое. То есть, те же самые, ту же самую. Итак, посмотрим, да, это было в Испании. 306-39 год. Итак, греки учились для того, чтобы понимать. То есть, греки учились для того, чтобы понимать, что делать. Понимаете, да? Евреи учились для того, чтобы почитать. То есть, они учились, искали Господа, учились Бог, имена Бога, что говорит Писание, для того, чтобы почтить Господа, для того, чтобы преклониться перед ним. А современный человек учится для того, чтобы использовать знания. Повторить? Греки учились для того, чтобы понимать. Если мы посмотрим, например, греческое, греки дали геометрию, они дали нам алгебру, они нам дали естествознание, то есть какие-то науки о том, как устроен мир. Они искали, евклитовая геометрия, они искали понимание, как он устроен. Поэтому евреи учились для того, чтобы поклоняться. Помните, познайте, что я есть Бог. А вы кто? Овцы, стадо моего. А я ваш кто? Господь. Хорошо. А современный человек учится для того, чтобы использовать знания. Мы учимся для того, чтобы, и даже у нас есть профильные знания, профильные профессии, профильные институты. Почему? Для того, чтобы мы были узконаправленной специализацией. Три принципа обучения. Пойдем. Леймут. На иврите. Леймут. Означает буквально изучение. То есть мы берем книгу и читаем, что в ней написано. Мы открываем Тору и читаем сначала до конца. И мы знаем, что в ней написано. Второй момент. Драж. Исследование. Драж. Медраж – это произвольная драж. То есть мы читаем, совершаем леймут, а потом мы начинаем делать драж. Мы начинаем исследовать написание. То, что мы читали. Следующее. Даат. Две буквы А. Даат. Познание. В данном случае практическое применение. Итак, смотрите. Очень интересный момент. В иврите – даат. В иврите – я знаю, равно я умею. То есть если в израильской армии инструктор говорит новобранцу пройти сквозь стенку, это означает, что инструктор через него ходил не один раз и знает очень несколько способов безопасного прохождения через стену. Ну, это армейская шутка. Знать равно уметь. Равно уметь. То есть я знаю Бога, да, и я умею Ему поклоняться. То есть узнавая Бога, я учусь поклоняться Ему. Понимаете, да? Теория и практика. Что? Теория и практика. Теория и практика, да. Возможно, и такое. Но просто понимаете, греческое мышление, оно делает таким образом. Оно берет. Мы вот это, то, что мы учили первое. Лимут. Изучение. Мы изучаем этот мир. Он так устроен. В нем проходят такие процессы, понимаете, да? Евреи делают так. Эти процессы происходят почему? Потому что Бог это делает, да? А мы сейчас используем как атом расщепить. Конечной целью процесса обучения является практическое применение. И теперь мы пишем Г. Или как у нас там получается четвертое, да? «История прослеживает развитие взаимоотношений между человеком и Богом». То есть мы уже говорили об этом. История позволяет найти закономерность этого процесса. То есть Израиль слушался Бога и было хорошо. Израиль отступал, начинал поклоняться идолам, становилось плохо. С чего все начиналось? Мы исследуем. Ага. Все начиналось с того, что нас начинали интересовать какие-то вещи. Греческие, например, во время Хануки, да? Греческий эллинизм. Нам захотелось становиться, как все греки. Мы начинали интересоваться античными богами. И мы начинаем задавать вопросы, почему у них много у нас один. А мы тоже хотим быть цивилизованным народом. И в конечном итоге Ханука. Братья Маковеи, кто за Господа, за мной. Понимаете, да, саму идею? Итак, история прослеживает развитие взаимоотношений, взаимоотношений между человеком и Богом. Да? Я хочу вам зачитать немножко большой такой фрагмент. Но я думаю, что он вам поможет во многом понять эту мысль. Написал эту книгу «Израиль. Эхо вечности» Раф Джош Хэшель. «История — это не хрупкая цепочка несвязанных событий, лишенных продолжения. У истории есть память. Человек забывает, но история помнит. Не раз человек пытался разрушить историю, но вновь и вновь память ее прорывается к нам, чтобы исправить абсурдность, вызванную жестокостью и самоубийственными тенденциями человека. Эта память связывает отчаяние и надежду, насмешку и верность обещаниям, и преодолевает страсть человека закрыть для себя всякую надежду. Мы видим историю как чередование отчаяния и надежды, но память ее верна обещаниям. «Человек не может жить без будущего. Человек не может осмысленно жить без прошлого. Истинная история вечна. Я знаю, что все, что делает Бог, существует вечно». Экклезиаст 3 глава 14 стих. «Истинная история — это когда события настоящего открывают смысл прошлого и дают нам надежду на будущее. История — встреча вечного и временного». Только изредка удается настоящему пролить свет на эту встречу. Но то, что было важно в прошлом, касается нас во все времена. И то, что сокрыто от глаз при рассматривании вблизи, можно порой различить издалека. Есть большая опасность в том, чтобы рассматривать политические события как религиозные. Тем не менее, наши учителя учат нас воспринимать политические события, начиная еще со времен Авраама, как проявление божественной воли. Мы не можем ожидать от политической истории, чтобы она читалась как история теологии. Проявления божьей воли в истории становятся видны нам в кажущемся беспорядке. Но мы должны пытаться понять единство этих с виду несвязанных звеньев. Таким образом, история может служить источником религиозного переживания. Даже и для тех, кто не знаком с религиозным опытом в обычном смысле слова. В истории, рассматривая его с точки зрения божественного управления миром, мы можем найти то, что нам трудно увидеть в жизни. Это то, что я пытался, наверное, вам сказать в этом вводном уроке. Истинная история — это когда события настоящего открывают смысл прошлого и дают нам надежду на будущее. История встречи вечного и временного. То есть мы живем в этом мире между прошлым и будущим. Понимаете, да? Смотрите, во времена мы читаем книгу «Есфирь», книгу «Эстер». Скажите, пожалуйста, кто задумывался вообще, что написано название книги? «Эстер» — книга «Есфирь», да? «Есфирь» — интересная история еврейской девочки, которая спасла народ. Хорошая история, да? А давайте мы посмотрим немножко с призмы истории. На прошлой неделе у вас учили истории, и мы говорили о вавионском пленении, да? Вавионском и сирийском пленении. Начнем с того, что девочку звали Гадаса. Еврейское имя было Гадаса, но книга называется «Есфирь». А «Есфирь» — буквальный перевод с арамейского «Поклонница Астарте». Класс. Книга в Библии называется «Поклонница Астарте», говорят «Звезда» еще перевод. Но на самом деле это имя Астарты, звезда. Буквально Астарта, да? «Эстер» — это звезда. Итак, девочку зовут Гадаса, хотя ее имя еврейское... Ее зовут Эстер, хотя ее еврейское имя Гадаса. Странная тема. Что же происходит? Помните. А теперь давайте посмотрим, как звали ее дядю. Мардахей. Классно. Как переводится? «Поклонник Мордуку». «Поклоняющийся Мордуку». Мордук — это бог Вавионского пантеона. Что мы видим на этот момент? Мы видим ассимилированных евреев. Мы видим евреев, которые ассимилировались. Почему я делал такой вывод? Потому что задолго до этого мы говорили о том, что царь Кир издал указ евреям выйти из Вавиона и идти в Иерусалим строить храм. И 50 тысяч ушло. Но вот эти ребята остались. Почему они остались? Потому что им было хорошо. Потому что им было хорошо. Потому что им не нужно было строить новые дома. Потому что им не нужно было… Понимаете? Но если мы будем смотреть на историю, каждый раз, когда евреи уходили в Египет, приходил Бог. Это было во времена Моисея, это было во времена Авраама. Вот совсем недавно, вот эта суббота, глава, спустился он в Египет, помните. Послушайте, каждый раз, когда они отступали от Божьего пути, они уходили в сторону. И они начинали ассимилироваться с этим миром. И поэтому Ишуа говорил, что дружба с миром — вражда с Богом. Потому что Бог создал Израиль для определенного предназначения. И теперь, почему я еще делаю такой вывод. Как звали Даниила? Вы помните? Валтасар. Но книга не называется книга Валтасара. Книга называется книга Даниила. Потому что Даниил, он, скажем, как по-украински цивуды, напротив, он напротив не как Мардыхай был. Он свою веру отстаивал. И когда ему сказали, что если ты будешь исповедовать Господа, что с тобой сделают? В печь кинут. В печь. И что? Не, не в печь, а в львиный ров. И он пошел. И он молился в сторону Иерусалима, когда сказали не молиться, и молиться только, благословлять только Истукана. Помните, да? Очень интересный момент. Вот о чем он говорит. Истинная история, это когда события настоящего открывают смысл прошлого и дают нам надежду на будущее. Но наступил момент. И Бог просто очень интересный. Я просто еще времени есть немножко. Я попробую вам открыть. Смотрите. Вы помните, что произошла ситуация с царицей. Ее выгнали. Да? Очень интересно было. Но потом, что произошло? Выбрали. Эстер выбрали. И дядя ей сказал, не говори, что ты из еврейского народа. Не надо. И прошло интересно. И после этого поднял царь Амана. Представьте себе картину. Гипотетически. Понятно, что у истории нет такого сосыгательного наклонения. Но представьте себе историю. Приходит к царю Аман. Царь знает, что Эстер еврейка. Да? Царь знает, что Мардыхай еврей спас его. Приходит к нему Аман и говорит. Слушай, есть один народ, разбросанный между народами. И законов твоих не почитают. И это не делают. Он говорит. А что за народ-то? Он говорит. Евреи. Он говорит. Ты что, парень? Ты что, попутал что-то? Моя жена еврейка. Мой спаситель, человек, кто меня спас, еврей. Как вы думаете? Произошло бы то событие? Да, конечно, нет. Но Бог использовал это событие для того, чтобы Израиль встрепенулся. Чтобы Израиль вспомнил, кто он такой. Чтобы Израиль остановился. И так же происходит в дальнейшем, в будущем. Мы можем смотреть историю. И мы видим, как только Израиль отходит, Испания, изгнание евреев из Испании. Евреи вспоминают, что они оказываются народ Бога. Посмотрим дальше, дальше, дальше. Ну и Холокост. Послушайте, Холокост тоже в какой-то момент это тоже действие Божие. Нравится кому-то или не нравится. Как мог Бог? А как могли евреи? Ну, Бог сохранил свой народ. И это великая милость. Это великая милость Творца. Итак, мы подходим к завершению первого урока. Наш первый день это будут водные занятия. Мы будем просто входить в предмет. Знаете, есть такое понятие войти в предмет. Потому что я могу вам сразу рассказать разные истории. Рассказать историю разных общин. Что они верили, кем они были, как они жили. Но мы должны вообще построить основание, фундамент. И фундамент номер один это история. История это хорошо. История это неплохо. История это не скучный предмет со школы, когда мы убегали. И покорили, ну мы были неверующие, извините, за классом свои буквари. История это то, что учит нас быть ответственными. То, что учит нас, дает нам опыт. То, что снаряжает нас для будущего. И если мы будем смотреть на историю с этой стороны, нам будет очень легко. И эти даты, они будут очень интересны. Потому что окажется, что Сталин умер в Пурим. Сталин готовил, готовилась депортация евреев. Готовилась депортация евреев. И Сталин был готов подписать этот указ. Но он умирает в Пурим. Как умирал Оман. Как умирали и нацистские преступники, которых казнили тоже в день Пурима. Понимаете? То есть, если мы увидим эту закономерность, мы увидим вот эти фрагменты и научимся их сопоставлять, писание прошлого с настоящим, для нас будет открыто будущее. Понимаете? Очень важно. Это важно и для каждого из нас. Конечно, я люблю историю. Я вам сразу скажу. Я люблю историю. Не многие любят копаться, но в этих цифрах, датах. Но когда ты начинаешь видеть вот этот тонкую, знаете, вот этот, вот ковер, знаете, что такое ковер? Мы смотрим вот сюда, вот посмотрите. Мы видим круг близко. Круг, интересно. Рядом еще один. И вот так. Вроде бы ничего. Но если мы отойдем дальше, мы увидим полноту картины. Мы вдруг осознаем, осознаем, что на самом деле это красивый узор. Мы осознаем, что оно связано между собой. Существует взаимосвязь между событиями, датами. Понимаете? И вот моя задача сегодня показать вам, что история это хороший инструмент Божий, которым мы можем снаряжаться. Читая, изучая Писание, изучая историю Израиля, та же самая. Посмотрите, Господь сказал, что Израиль он будет. Восстановит он народ. В один день написано. Видали ли вы такое? В один день. И Израиль за одну ночь. Они собрались в Тель-Авиве и провозгласили государство Израиль. И государство Израиль, которое было 2000 лет, оно сейчас существует. Это очень важно. Очень важно, потому что Божье Слово, оно не перестает. Оно всегда исполняется. Может, не так, как мы это себе представляем. Апостолы говорят, не все ли время, Господи, ты построишь царство, да? Он говорит, не ваше время знать, времена и сроки. Делайте, что вы должны делать. То же самое и нам, Господь. Мы будем делать то, что мы должны делать. Но мы должны вдохновляться примерами прошлого. Теми мужами веры, которые умирали за Господа, теми еврейскими мужами, которые совершали великие дела, и нееврейскими мужами и женами, которые совершали чудеса и знамения. Это пример для каждого из нас. И поэтому не опускайте руки. Не опускайте. Потому что Господь даст вам двух помощников. И это Писание говорит. У Моисея был Ор и Арон. И если в вашей жизни наступит момент, когда у вас опустятся руки, Он даст вам помощников. И это тоже исторический опыт, который может быть в наше время. Хорошо. Перерыв. Субтитры подогнал «Симон»